Всем привет! В этом видео я покажу команды, с помощью которых можно использовать командную строку как файловый менеджер, а именно находить, копировать, переименовывать, создавать, удалять файлы или папки и так далее. Это может понадобиться в случае сбоя или отказа работы операционной системы или по любой другой причине. О том, как запустить командную строку мы уже рассматривали в предыдущих роликах нашего канала, в том числе если Windows не загружается или используя среду восстановления системы. Ссылки на соответствующие ролики будут в описании. Итак, с помощью следующих команд командной строки можно сделать следующее действие. • Открыть папку Этот компьютер. Для этого введите команду UserInit. • Чтобы перейти в необходимую папку на жестком или съемном диске компьютера или изменить каталог используйте команду CD. Введите в командной строке CD и путь к папке. Например, если необходимо перейти в папку Мои документы, то ведём после команды Путь к ней. • Валерий – это имя пользователя, у вас оно будет другое. Как видим, теперь мы перешли в Мои документы. • С помощью команды dir посмотрим список файлов и папок данной папки. • Если же вы ищите файл или папку, но не знаете, где на диске они расположены, то найти их можно также с помощью команды dir, но с применением параметров b и s. Например, если мне нужно найти файл с названием document.docx, то я введу следующую команду. • Если вы ищите файл, но расширения его не знаете, замените его в команде на звёздочку. И команда покажет все файлы с таким названием, независимо от расширения. • При необходимости поиска папки введите эту же команду с названием папки, но без расширения, как в случае с файлом. • Теперь, когда я нашёл нужный файл, его можно также запустить с помощью командной строки. Для этого используется команда start. Вводится она следующим образом – команда, а после неё путь к файлу. • Таким образом можно запустить любой файл. • Копию файла или папки можно создать, используя команду copy. Для этого введём команду, путь к копируемому файлу и папку, в которой его нужно скопировать. • Чтобы скопировать все файлы папки, вместо названия и расширения файла укажите звёздочки. • Если есть необходимость создать копию всего диска целиком с сохранением дерева каталогов, используйте для этого такую команду – xcopy. • В таком случае, всё содержимое диска E будет скопировано на диск C в папку «Новая папка». • Чтобы создать папку для дальнейшего копирования в неё файлов, используйте команду md, после которой укажите путь к папке и её название. • Переименовать тот или иной файл можно также командой, с помощью которой мы в одном из предыдущих роликов меняли расширение файлов. Команда ren. Ссылка на видео в описании. • Введите в командной строке команду. Это если необходимо изменить документ docx в журнал docx в текущей папке. • Если вы с помощью командной строки не перешли в папку, в которой нужно переименовать файл, то перед именем такого файла необходимо указать путь к нему. Папки переименовываются таким же способом, только без указания расширения файла. • Чтобы удалить файл или папку, используется команда del, после которой нужно указать путь и название удаляемого файла или папки. • С помощью командной строки можно также управлять архивами создавать, читать, разархивировать и т.д. Для этого у каждой программы архиватора есть свой синтаксис. То есть для архивирования файлов с использованием командной строки на компьютере должен присутствовать архиватор. Для примера рассмотрим бесплатный архиватор 7-zip. Чтобы создать zip-архив, для начала переходим в каталог с установленной программой. Как правило, это папка на диске C, Program Files, 7-zip. Сама команда выглядит следующим образом. В данном примере мы архивируем содержимое папки «Мои документы», «Новая папка» и сохраняем в виде файла «Новая папка.zip». Ключи 7-zip можно посмотреть, выполнив команду 7z-help, предварительно перейдя в каталог с установленной программой. Чтобы посмотреть содержимое архива, используем команду «Л». Извлечь файл из архива «Р». • Для завершения работы командной строки введите команду «Exit» • Если необходимо завершить сеанс Windows, введите «LogOff» • Для выключения компьютера «Shutdown» с параметром «S» • Конечно же, это только очень небольшая часть команд командной строки. Но в случае необходимости, с их помощью вы сможете произвести какие-то элементарные действия с вашими файлами и папками. Если видео вам понравилось – ставьте лайк. Также на нашем канале вы найдёте много интересных роликов, которые помогут вам установить и настроить Windows, очистить систему от вирусов, провести ремонт носителей информации. Всем спасибо за просмотр, пока!